Этого стейка там 40 градусов в середине важно Мы не сможем его сейчас пожарить, чтобы он дошел до середины 40 градусов Поэтому вот такие продукты лучше всего проводить через суит Чтобы они были теплые уже температуры подачи А просто в дальнейшем на сковороде давать просто корочку, чтобы активировать реакцию мая Чтобы было вкусно, как жареное мясо Потому что я честно думал, что это просто, ну так лично для себя думал, что эта нога просто более жестче Поэтому я решил ее засуидить и таким образом... Нет, это все верно Это верхняя часть, она более жесткая, у нее там больше этих... Поэтому мы попробуем Вот это что? Это то, что резали под файнофамелью? Это стейка? Это стейка? Ну называется? Он больше был Ну не важно, критически после сювида не будет отличаться ни структура, ни ситуация Вопрос Да Мы сейчас активно интересуемся этой темой А? А? Должны прописывать все наши среди... Хотим запустить... Целый ряд продуктов, приготовленных для ресторанного бизнеса Да Я позвонил, у меня хорошее отношение с тульским мясокомбинатом Но у них полный цикл, в том числе готовая еда на выключение Для Ашана, всю жую Глобус, Канатониминская, сельская крашка Я позвонил главным вопросом Я говорю Слушай, Рома, расскажи мне, пожалуйста, соцсетей технологии И он не уверен, что при сювидировании у него там, к примеру, говяжий опор будет пробит серым цветом за 9 часов готова на сантиметр Говяжий вывеска на 2-3 милинга А я вижу цвет целый Это из-за суха? Или все-таки он поменялся? У нас же цвет остался без полоски Без полоски... А о чем? 2-2 часа Температура... 65 А он, наверное, выше температура... А почему? Я вообще не понимаю, как он готовит на самом деле? Я набрасываю вопрос, что я вообще ничего не понимаю Да, то есть если... В чем суть? Если мы готовим в воздушной камере, то у нас есть такое понятие, как Дельта-Т Мы не можем приблизиться ближе, чем на 5 градусов, температура... Ну, так... Сколько в камере? В продукте минус 3 градуса То есть, если вы делали парахарик? Да Вот, нельзя ближе приблизиться, чем... Если в воде, то градус в градус Да Если в воздушной камере 5 градусов Толще продукта или в камере? Ну, то есть, во-первых, нагреты проходят гораздо дольше Но если мы говорим, что без вар Сколько является прогрева? Ну, минимум в два раза Да, минимум в два раза Я думаю, даже больше Смотрят толщину Да Если мы говорим, что вар Вар является прогрева И гораздо быстрее происходит прогрева Более там... Ну, здесь в любом случае Разлучности от Водяного сухи Но Но Они не используют защиту Но Температура 65 градусов Я пожалел, что это будет Температура Потому что, вижу, что Мясо Оно будет еще готовиться И оно получит еще какой-то Температурный шок Поэтому Его можно меньше Потому что Это 65 градусов Это уже внутрь Оно за полтора часа 100% Внутрь Хорошо Там уже Но Этого много Я бы 60 Это максимум Что-то Может быть Даже подумал бы Около И часа До Час двадцать Вообще Считается На полтора сантиметра 40 минут Если в воде На полтора сантиметра Ну Тут же зависит еще от белка И вот Какого Здесь Два сантиметра Где-то толщина В воде Да Может чуть-чуть больше Да Вот эти Двадцать пять Минеметра Двадцать Двадцать семь А вообще Стейк режется Двадцать В зависимости Нет Не полтора Дюйм Мы режем По другому принципу Нет Математическая зависимость Которую Мы на потоке Вычисляем Прогнали Например 100 ног И мы смотрим Потом ставится задача Уже Человеку Который стоит На перее Он попадает четко В определенные калибры Маневрируя Слегка Толщиной Стейка Но Калибруется Для этого Ноги На четыре Калибра Самый маленький Калибр Режется По примеру Под Павел Весь Подряд Почему Он Это не то что нам Интересно Мы его отбрасываем Сразу На категории Клиента Его он устраивает И мы его сливаем Чем Дешевле А все остальные Калибры У нас Греется Да Я поставил скайки Греться Сейчас Думаю Можно Достать Наши Может Достали Достали Две Лопатки У нас Еще У нас Сувижены Стоит Да Сувид Технология Достаточно Интересная Но Достаточно Яплаз Да Да Понимаете Долго Играющее Приготовление Приневесу Ну вот почему Вопрос в чем Когда мы с ним разговаривали С Романом Он там На потоке На комбинате И он Цифру по температуре Называл там За 7 И поэтому Он говорит Смотри Я выгоняю У меня стоит промышленная ванна Она стоит там Словно Сто тысяч евро Которая Потом Мгновенно Спускается вода И задача Налив туда Ледяную воду Он налил А охладил Получил на продуктах На выходе На 40 дней С работы Почему Потому что температуру Он в процессе держал Он убил всю бактериальную Среду А Когда он резко охладил Он сделал пастеризацию По сути Пастеризация Это процесс При 80 градусах Поэтому Я условно Резкое охладение Пришло Бактерии не размножаются Консервация Как это вообще Я думаю Технология Да Во-первых Когда вы используете 70 градусов Вот когда вы загружаете в ванну Уже 70 градусов В верхняя часть Часть Которая ближе всего к ПГ Она сразу будет Водействоваться Температуре 70 градусов У вас не получится Равномерного приготовления То есть вам либо Нужно будет продукт Полностью довести до 70 градусов И тем самым Потерять в качестве Так как при такой температуре С продукта выделится Очень большое количество Либо У вас получится Суховатая корочка И в середине Продукт более низкая В температуре Охлаждение после сухи Это По сути То, что он мне описал Правильно? Ну Потому что он получил Корку серую Сверху, а в середине А в середине розовый Идеальный продукт Это то, что мы видим К примеру Мы заходим в любой Европейский ресторан Когда заказывают Гури И за 15 минут Подают И ты видишь Что она на поверхности Сера И то же самое С гусиной С гусиными ножками И прочим Я последний раз Там уже был в поездке Заказал Принесли А на поверхности Мясо серое Я вижу, что они Передержали Они некрасиво Мы стейки сейчас Готовим Какие? Они были подмаринованы? Мы селидовские Подогреваем Чтобы не было Что на поверхности Горячее Прогреваем А это У нас лопатка Это для того, чтобы Вода не растворяла Если мы же Погружаем масло Масло очень мало Растворяет Масло не проникает Это Такая температура Тоже 160-180 градусов Это На принцип Только Просто маслом Закрываем Да И немножко А какой эффект Получи? Ну оно же Пропитывать маслом будет Да нет? Пока температура Будет лучше 10 градусов Масло не будет Продукт будет Выделять у себя Влагу А влага будет Создавать Кокор Ну как бы Кокор Испарение будет Постоянно И оно Никаких оттенков Не даст? Оттенки даст масло Если вы возьмете Масло хорошее И ароматизирует И ароматизирует Скульптурами Гросмонином Чистоком И все Рыбой вообще идеально Рыба в 45 градусов Масло Ставлю в шкаф Получается Такая рыба вообще Идеальная Ровная По цвету А домашние кузлы Это можно в духовке? Как готовилось? В духовке А с прозла Загреваете Загружаете Она сползает Она мягко Коллагена Соединяется Смотрите Молку разогреваете До 5 градусов Да Берете Масло Вот Масло хорошо Она у нас еще раз С самого начала Как готовилась? Извиняю за Засолили Потом Замотали Парамик Парамик 140 градусов 140 градусов Солку Потом Забрасываете Очень вкусно получается Идеально При подаче Лучше наверное Надо снимать ее С кости Да Сейчас Сейчас я расскажу Закончат Ребята 41 45 минут Температуру Мы опускаем На сколько градусов В духовке Вы включили температуру полностью Она будет со временем Опускаться За счет потери температуры И компенсации За без вкладки То есть там Дельта Т Вы получите идеальную структуру Рыбы То есть масло 60 Положили рыбу Масло специи Засунули в духовку Прогресс Выключили ее И она млеет 40 минут Можете попробовать Немножко раньше достать Значит смотрите Ну Я вас результат удивил Хорошо Можете Немножко предварительно Извинись Ваш пациент Два с половиной часа Я обычно держу У нас чуть-чуть Мы раньше достали Она тогда вообще Идеально мягкая Вылазит Что я делаю Или же вот так Блюдо на компанию Который потом Просто намазываем Каким-то соусом Устричные свечи Или сливочное масло Даем коллер Вот это Прижигаете Да Вот это мы ставим В холодильник Жир застывает Мы его выбрасываем Все остальное Чуть увариваем С выпаренным вином Перебиваем И собственно У нас соус Получается Чесноком И еще раз Что вы бросаете Жир А что оставляете Сок Мясной Чеснок Все что застыло Мясной сок оставили Все жир Беленку съели Чеснок вот этот